Жители общежития на Советской улице в Приворске свой дом не любят. В нем они не живут, а влачат существование. И тем не менее, большинство из них обитают здесь не один десяток лет. У Светланы Файрузовой трое детей, самому младшему – год. У старшего сына свой ребенок, семья живет в соседней комнате. Еду готовят здесь же, хотя имеются помещения, предназначенные под кухню. Газ здесь подведен к общежитию. Мы спрашивали, почему у нас убрали плиты, почему нет газа. Они сказали, что здание аварийное, мы газ не можем подключить. На каждом этаже по туалету – зловоние и антисанитария. С 5 января нет воды, что также положительного влияния на санитарное состояние мест общего пользования не оказывает. Представители управляющей компании не по своей воле по приказу начальства в общежитии сегодня приехали. Внятного объяснения, когда дадут воду, мы не услышали. Пока жители ходят за ней в соседнее здание, состояние которого, говорят, еще хуже, чем это. Воду вроде бы можно подключить, хоть сейчас. Здесь проблема была с канализацией и праздничные дни еще. Но все проблемы устранены. В принципе, сейчас вот единственное, чего это отключили, канализация забита и сейчас прочистят. Ждут приезда осенизаторской машины местного МУПа. Где транспортное средство, коммунальщики не знают. Но вы же должны, наверное, с ними заключать договор, как с подрядной организацией. Все договора заключены. Где эта машина? Я думаю, что она на улице. Я не вижу сейчас ее. На улице машина не оказалась. Сотрудники управляющей компании в количестве трех человек поспешили уехать. Очевидно, свято верят, что приедут осенизаторы. Каждую минуту ходишь и думаешь, день-то что-нибудь упадет. Где-то провода висят. На самом деле страшно ходят. Даже у нас дети маленькие есть. Страшно выпускать. Это лестница, по которой жители двух верхних этажей ежедневно поднимаются. Совсем недавно она парила в воздухе без всякой опоры. Сегодня коммунальщики, как выразилась представитель управляющей компании, временно отреагировали. Большинство квартир муниципальные. За эти так называемые хоромы, кстати, люди платят деньги. И немалые. Пенсии моя 8200. Заплачу 3000 за все. И остается у меня 5000. К слову, 1800 женщина платит за комнату. 1200 примерно за электричество. Половина суммы ОДН. У нас гадюшник. У нас помойкой пахнет. У нас грязь. У нас лужа. У нас дома валится, кружится. У меня упал потолок. Я бегала все по роге. Я ревела горючими слезами. Но Мариев мне ответил. Я за вас ответственности не несу. Вы ко мне не имейте никакого отношения. Идите к Зобнину. Я сходила к Зобнину. Зобнин тоже самое говорит. Идите в МУП ЖКХ. Мы устали. Милые, кто-нибудь. Христа ради, помогите нам. Мы устали. Ирина Афонина, Виктор Иванов. Программа «Губерния».